Вдох-выдох, с каждым вдохом и выдохом идем глубже и дальше, глубже и дальше, глубже и дальше. Идем к себе, глубины своей психики и погружаемся в себя, приглашаем свое Высшее Я и просим пригласить сюда Филиппа Раферти, его Высшее Я или представители души, душу, и попробуй рассказать, кто пришел, я знаю, что тебе это имя и фамилия не знакомы вообще, кого видишь, как выглядит, как ты ощущаешь его, чем он занимается в жизни, вот такой человек, он еще жив, он же жив еще, благополучно жив. Я вижу только силуэт, по ощущениям это мужчина, среднего роста и среднего телосложения, но подробности я не вижу, просто как силуэт идет. Теперь выйдя на контакт с его душой, просто глубоко-глубоко мы идем к ней, соединяемся, берем информацию напрямую, из его подсознания, вдох-выдох, мы берем информацию из подсознания Филиппа Раферти. Был ли он мастером Рейки, и действительно ли в основе его к Мерджетике он положил Рейки, только под другим названием? Мастером не был, Рейки не был, он очень внимательно наблюдал за этими людьми, но на расстоянии. Наблюдал, записывал, интересны были результаты, он видел, что результаты были. Он к ним относился, ну, как к подопытным кроликам, хотя сам даже... Как-то непонятно, то ли он был знаком, в общем, как-то он так со стороны за всем этим наблюдает. Да, он там очень много наработок взял для себя, как он... Ну, сейчас такая... Ну, что, бесплатно? Они там, типа, сами себе что-то там занимаются, а я как наблюдатель, и вообще... Да, как пациент обращался к ним. Первая ступень Рейки у него была или нет? Нет, он как пациент к ним обращался. А использует ли он знаки Рейки в своей практике? Он использует какие-то знаки... Сейчас что-то непонятно. Он как-то их по-своему рисует. Потому что, ну, он по-своему эти знаки как-то перерисовывает, потому что у него не было четкой информации, но он... Он используется какими-то для усиления энергии, он пользуется потоком. А куда он взял? Он взял у Рейки, но он под себя, ну, как бы, перерисовал. То есть, если мы сейчас нарисуем эти знаки, то мы их не узнаем. Рейкисты их не узнают. Очень нравится какой-то там мастерский знак, вот он. Вот, вот он его любит. Дайко мио. Ну, в смысле, свой Дайко мио. Да, вот его, вот он его как-то переформатировал. В принципе один, ну, как-то, ну, вот это его любимое. В основном им пользуется. Он из души его пришел, из души, да, из глубин пришел. И он именно его, он ни с кем этим знаком не делится. Это именно его наработка. А он людям его не передает в своих семинарах? Не хочет. Угу. Это личная часть. Или за очень большую сумму? Ну, такой идет, что не хочет он. Ну, да. Он боится потерять свою силу. Ну, как бы, что если он передаст, то он перестанет для него функционировать в той силе, в которой, ну, есть сейчас. Ну, по ощущениям он жив. А почему Филипп Рафертин не стал Рейки брать? Ну, он не хотел подключаться вот к этой толпе. Он хотел быть собой. Угу. Говорит, а когда все-таки ты, ну, что-то вот берешь, подключаешься, то ты уже становишься как часть толпы, часть. Угу. А он хотел развиваться именно индивидуально. Поэтому он даже этот знак, он именно вот его индивидуальный. Угу. Он долго медитировал, ну, как бы, чтобы вот, как бы, его... Очень гордиться этим, как бы, это его достижение такое. Угу. А откуда мудрый? Ну, я ж наблюдатель. Откуда? Из Индии. Мудрый, он, как бы, он к ним не очень серьезно относится, но, как бы, это как волна такая, как сказать, ну, популярная штуковина такая пошла в народ. Вот, и вот он... Каким образом он вышел на эту информацию, что можно заходить благодаря внутрям в разных режимах? В режиме органа, в режиме железы, в режиме чакры? А где ты это прочитал? То есть это не было озарением, а где ты эту информацию взял? Угу. Где? Кинерджетика — это компиляция многого. Правильно я понимаю? Или нет? Попроще можно. Это симбиоз. Симбиоз хороших техник, рабочих, нормальных, которые позволяют мобилизировать внутренние силы организма и запускать энергию именно в те места, которым требуется подпитка. Это базовые вещи, которые были известны на протяжении долгих веков. Это наработки всех стран мира. И не стоит приписывать это кому-либо. А если что делать с теми модификациями, которые возникают благодаря обучению кинерджетики из практики? Можно ли этому доверять? Или надо обязательно следовать методике графферти? Каждый мастер своего дела всегда будет отслеживать процесс и результат. И исходя из накопленного опыта, он уже будет видеть процесс и будет видеть исходный результат. И он вправе влиять на процесс, приостановить или запустить в другое русло. он обязан так поступать. Он так должен. Это его ответственность. Как это сделать безопасно? Безопасно для кого? И для оператора, и для клиента. Роль безопасности – большая роль. Клиент всегда в безопасности, когда находится в поле мастера. Мастер в безопасности, когда уверен в себе и когда у него хорошая связь с Высшим Я. Как только Вы чувствуете, что Ваши силы не мобилизированы, не собраны в кучку или в пучок, Вы не имеете права работать. Вы мастер и обязаны слезить за своим состоянием. А безопасность клиента зависит от Вашей безопасности. Нужно ли соблюдать принцип нейтральности? Хороший ли это принцип? До практики? Не совсем. Принцип радости. Скорее, должен присутствовать принцип радости и вдохновения. Вдохновение главное. Нейтральность уводит Вас в безразличие. Безразличие — это чёрствость. С таким подходом работать с людьми нельзя. Вы должны любить людей, если хотите действовать на их благо. Во благо людей вы должны их любить. Раз любить, значит радость. Душе должна быть радостью. для всех людей подходят одни и те же техники или же каждому человеку надо подбирать свою и свои знаки, у каждого будет собственное, которое открывает его подсознание. можно собирать людей по группу, как бы в группу и действовать. То есть, но они как бы, как сказать, люди. Ну и есть люди, которые очень похожи между собой. Вот их можно составлять в группу и работать даже коллективно с ними. Как почувствовать, что это вот этот пучок, вот этот, с которым можно работать коллективно. ну вот, как бы энергетически это должно чувствоваться. Они как бы тогда резонансы идут, когда они все вместе. И вот на них можно даже вот над этой группой ставить, он мне показывает какой-то, ну вот этот знак, например. Вот над этой группой, допустим, чукры или там еще какие-то разные знаки я вижу, что. Вот над этой группой один знак, над другой группой другой знак. Но это не обязательно их, ну, именно группами прогонять. Можно брать, ну, из этой группы работать с человеком индивидуально, но знак будет для него рабочий. Там из другой группы ты берешь человека, значит, будет другой. Но так же можно и групп, ну, вот в группе работать, это будет очень даже неплохой результат, потому что они резонируют и увеличивают результат друг к другу. там, где индивидуалы, могу я, например, достать из информационного поля свой знак, который будет работать только для меня? его надо создавать. Его надо создавать своими вот витальными ритмами, прочувствовать свой ритм позвоночника, вот, который проходит. Дыхание, сердцебиение, витальный ритм, наполнять им все тело. и то, это не факт, что откроется именно ваш знак, это, ну, тоже зависит от человека, от его восприятия. То есть, кто-то сможет этот знак воспроизвести, а кто-то не сможет. Вот он смог. Мудро, да, руками что-то показывает. Ну, проще сложить, ну, для людей, наверное, проще не то, что, ну, визуально нарисовать знак, а вот почему мудро, откуда пришли, что вот в этих состояниях, как бы, руки складываются сами. То есть, можно определить, какая. И на разных этапах могут быть разные знаки. Потому что в какой-то момент надо поддерживать информационный поток. В другой момент надо поддерживать энергетический поток. Соответственно, это будут разные знаки. Но по плотности потока и по информации, даже в разные... разные потоки по плотности. Человек в разное время может проводить разные потоки энергии через себя. И вот хорошо бы было, если бы у человека было пять-шесть знаков, которыми он может манипулировать и использовать, он должен это пропускать как бы из сердца. и сердце. Что-то как-то показывает, что как бы вмонтировать... то есть, вот на данном этапе, допустим, вот этот знак ты в сердце вставляешь. И он у тебя рабочий, и он тебе помогает работать. Если на информацию, то похоже, как в третий глаз надо вставлять знак. Если хочешь информацию. Есть ли жизненная энергия? Копчик. Какая-то три сразу не надо. Три сразу. Лучше использовать по одному. Еще есть вопрос? Давай тогда возвращаемся. Благодарить или поработать. Что бы он хотел сказать аудитории? Ну, это все, что я хотела сказать, я сказала. Ну, тогда было... Свет и Любовь, говорит, с Любовью. Свет и Любовью все прекрасно.